Привет. Что? Соскучились? Ладно, давайте к делу. Буквально вчера, ну не знаю когда это видео выйдет, но это было вчера, разбирал этот фонарь, катапульта, трунайт версия 3, ну не срабатывает кнопка, вот не всегда вот видно, да? Пытался промыть ее спиртом, ну и попросил помочь мне найти такую же кнопку примерно, после чего вспомнил, что есть упаковка и думаю, надо посмотреть, что там. Пошел, нашел упаковку, да, давно ее не открывал, в ней нашел инструкцию, в которой было написано вот устранение неисправностей. Так, как тут показать-то? Вот, устранение неисправностей. И там, в общем, написано, что нужно подтянуть кнопку посильнее по резьбе, чтобы, значит, не это, не... То есть, возможно, открутилось, и чтобы ни контакта не было, чтобы все плотненько было, вот. Думаю, ладно, подкручу. Пошел, подкрутил, результата ноль. Потом смотрю пакетик, а он у меня вот в чехле лежал, вот тут вот. Смотрю пакетик, думаю, так, что-то так вот выглядывает, кольца выглядывают, резинка, я думаю, э-э, запасные части, ладно. Вот, ладно, вытаскиваю и вижу там кнопку. Какого же мое было удивления. Еще больше всего я удивился, что и чехол нет, не ношу почему-то. Забыл про него вообще на пояс. Да, в общем, кнопка, которая у меня есть, будем менять. Вот это да, вот это я... Надо было сходу посмотреть. В общем, такая кнопочка. Сейчас будем раскручивать и менять. на вот эту вот кнопку. Повторяю, да, еще раз, здесь не работает. Ну вот, что-то она живет собственной жизнью. Сейчас вообще не включилась. Ну ладно, поехали, короче. Откручиваем. Сегодня я решил взять не свой любимый инструмент, а решил взять пинцет заостренный. Идеальная вещь, казалось, что-то я раньше не подумал. Кто-то пользуется, кстати, штангенциркулем, туда его опускает и им пытается открутить. Я видел. И сам так пару раз делал. Но, что-то это, штангенциркуль до туда просто не доходит. Ладно, выкручиваем это. Вот верхний пластик вначале. Или все сразу. Всю кнопку. Я уже крутил ее, как только мог. Затягивал, затягивал. Сейчас расскажу, почему ее там надо затягивать вообще. И зачем. Вот она кнопочка. Прилетела. 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 Сейчас открутим и посмотрим здесь все. В общем, ситуация такая, что вот эта вот контактная площадочка, она должна идти, иметь контакт с кнопкой. Вот у кнопки две контактные площадки. Одной минус, вот эта вот пружина, а вторая это плюс. Вот этот вот круг, это плюс. Он должен контактить с вот этой вот контактной площадкой. И тогда по фонарю, по резьбе, дальше все это передается по вот этой резьбе. Она упирается как раз таки вот. Вот в эту и происходит контакт. Значит, все взаимодействует. Если контакта нет, то все плохо. Но дело, как вы видите, не в контакте, дело в кнопке. Кнопка вылетает. Так, это зеленая, а это синяя, смотрите. Вот и все различия. Конденсаторы там и там есть. Ну, зачем он? Можно предположить, что это от какой-нибудь защиты от искр, от таких. Если все-таки две батареи поставить, ампер много, ну, чтобы не искрило. Скорее всего, для этого конденсаторы впаян. Хотя, все это наверняка можно без проблем решить механически. Ну, не знаю, какая есть, короче, кнопка такая есть. Теперь у нас синяя кнопка. Она, в принципе, такая же идентичная, что отсюда, что отсюда. Давайте, давайте, вкрутим ее, поставим так, 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 нет, вот так. Села идеально. И закручиваем пилюлю. Сейчас вначале аккуратненько подзакручу. Все это легко закручивается. Кто беспокоится, что я могу поцарапать дорожки на кнопке, вот здесь, вот так вот. Не надо беспокоиться. Пинцет оттуда просто не достает, не проходит настолько. В эти дырочки я еще под углом это делаю. В общем, контакт сейчас должен быть точно такой же, как и на предыдущей кнопке, очень мощный. Ну, вот, сильно уже перетягивать я не буду, потому что уже, как говорится, все должно быть в меру. Ну, и пластиковую заглушку. Надеюсь, нормально я затянул. Странно, что я, как говорится, в последнюю очередь полез читать инструкцию. А в инструкции сказано, что нужно попробовать и посильнее просто затянуть. Видимо, ну, разбалтываемость есть. Такой грешок. Так, ну, вроде все ходит, все нормально. Давайте проверять. Ауч. Давайте проверять. Поехали. Так, ну все, проблемы я не вижу, а руку мне уже жарит. Вот, все-таки, жарит от света. Хоть он и моргает, но уже очень горячо в руке непосредственно под отражателем находиться. Все, проблема решена. Значит, проблемка-то была в конопулечке, в конопулечке, в конопопулечке. Вот, в этой вот кнопка прямого клика, тактическая. По-моему, так это все называется. Вот. Вот такие пироги с котятами. Неожиданные сюрпризы. И все запасные части оказались в коробке, чего я просто не ожидал от Трунайта. Поэтому я могу все-таки сказать, что не забираю тот минус, что я ему поставил, что кнопка навернулась. Потому что у него в комплекте запасная. Знаете, пожалуйста. То есть, проблему такую я не знаю, что такое возможно. И кладут запасную кнопку. Ну, а эту разберу, посмотрю, буду делать видео или нет. Что там внутри, отпаяю, гляну. Может, я ее почищу, да, и она снова будет работать великолепно, ничуть не хуже, как и раньше. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Есть у меня плейлист, там все о фонарях, об аккумуляторах и так далее. Рекомендую зайти посмотреть. Будет интересно. Всего вам доброго. Пока.